мы покинули чимилонг парк это порт джухая и сейчас проедем вот эти вот часики с противоположной стороны маленького пролива находится макао какой-то он темненький сегодня макао это лас-вегас китайский на территории континентального китая азартные игры запрещены поэтому все китайцы ездят в макао на самом деле маленький маленький островок совсем недавно принадлежал португалии и сильно отличается от китая мы там не были точнее были один раз проездом но не гуляли фонтов понты но это красотища вечера мы уже уедем к тому времени когда здесь все так зажжется на горизонте тоненькая 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 полосочка это самый длинный мост в мире нет вы вы видите его начало он где-то вот там а заканчивается он в гонконге вообще джухай макао гонконг шэньчжэй не юг гуанжоу это такое интересное место прям столько стран тут было разных когда-то теперь это все китай ну или переходный процесс а снизу шаукао сразу есть отлично мне здесь уже нравится моя уже направилась изучать территорию до хостел не отель действительно хостел я хочу чтобы у нас был собственный душ душ пожалуйста есть да ура потому что во многих номерах здесь нет душа но и в капсульном отеле тоже свеженько деревесной деревесной стружечкой воняет кондер работает книжки есть пускай там дети играют а мы тут и поспим в тишине он смотреть чтобы не разбили голову и недорого всего 600 юаней наверное самое дешевое что лена смогла найти она долго долго искала и говорила какой-то сэвэндэй сын зачуханный который всегда стоил 200 ладно 197 юаней здесь стоит 700 ужасно ужасно мне кажется вполне нормальный ценник чё падаем здесь о да шелкопрят 58 юаней а вон ушки слева 22 юаня остаемся не повезло оказывается у них сегодня нет повара и только шашлыки больше ничего а дети такие острые шашлыки не едят салатики хотят идем искать дальше вот какой-то ресторанчик но чё-то креветки с перцем в матче чьей матче обойдя весь район мы не нашли ничего чтобы удовлетворила всю семью поэтому возвращаемся вот или на как вам нравится ну и отлично как вам мало надо рукой открой будем есть лапшу рис о даже каша есть у нас с собой махиев джемы печенюшки из россии ой даже боюсь что же видно с отрица из нашего оконца оконца из нашего оконца видно трущобочку немного гоца вчера прогулялись по району но это все наверное из-за того что мы разбалованы предыдущим отелем как-то нам тут не очень-очень не очень царь царь на горшке а где царица это не это стафон ли на горшке пойдем погуляем осень тут что ли у них листья он сыпется ой такой приятный ветерок судя по всему с моря дует я таких велосипедов уже сто лет не видел красота высота 40 минут 40 секунд на переход ну конечно контраст мы прошли пять минут и тут уже прям прям хотя чё ладно прям вот рядом же стоит древний гарден город проснулся рынке открылись люди ходят едят да как мы любим можете им скушаем мы сегодня еще я во всяком случае не завтракал он свиное копыто или у . не это не хочу ладно чем ведь позже съедим лена выбрала отель в котором мы сейчас живем из-за близости к морю говорит 15 минут до набережной вот первый магазинчик который выдает близость моря вещь там супер клей понюхать можно и море сразу везде будет слышны вертолеты видны дорогие гостиницы и уже пахнет морем вот прям такой морской бриз конечно же сейчас зрители спросят а где ваши дети где максима я что ответим максима я лентяя они сказали идите сами на свое море мы хотим отдохнуть защиту своих детей хочу сказать что сейчас стоит такая жара что любой уважающий себя человек вообще сноса не высунет а у нас какая-то сибирская привычка есть есть море очень нужно обязательно в него окунуться дети наши собственно выросли на море они как-то море и море а мы все время хотим а я зрителям в предыдущем видеоролике пообещал еще поснимать джухай поэтому пока у меня в руках камера я иду куда-нибудь чтобы показать что-нибудь новенькое море бесплатный городской пляж помнишь бесплатный пляж в сочи но сейчас зрители опять скажут что у нас очень древние воспоминания но в 2004 году на общественном пляже сочи было ужасно я очень надеюсь что сейчас там высший класс какие-то патриотичные песенки надпись гласит в море нельзя заходить во время эпидемий какие они непослушные они заходят в море ноги мочат эпидемию кругом ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй для тебя фанфары лена пошла тоже нарушать правила как водичка классная говорит а я буду загорать и вещи караулить недолго музыка играла быстро тебя заметили там тебя еще не обматерили как он не умеет а вон написано держитесь подальше а на английском вот и поговорили вот он вот он пляжный отдых по-китайски море у них не для того чтобы купаться а для того чтобы им любоваться выйдут на пляж станут под зонтиком и кайфуют смотри какой отель будь здорова простыла уже да 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 отель похожий на лайнер но этот мы уже видели а некоторые даже в вечернем красивом платье на каблуках выходят на пляж мы неоднократно видели это смешно поехали на сильвер бич поехали можно найти местечко откуда не выгонять после выхода с общественного пляжа абсолютно бесплатно можно ноги помыть душ принять в туалет сходить но на самом деле не везде и не все бесплатно например тот же самый сильвер бич на который мы часто ездим покупаться немножко обнаглел и ноги чтобы помыть надо вича там деньги заплатить просто чтобы ноги ополоснуть после выхода с пляжа но но они так решили их право на самом деле нет пришлось мыть обмывалка то есть ты туда легла и из-под крана поливалась вот значит куда вывезли все устаревшие велосипеды из крупных городов перевезли их в более мелкие известная городская достопримечательность маяк маяк только покрашенный прям аж от белизны глаза болят да моя нарушительница я тебя сегодня вечером накажу сильно сильно нахожу не боишься о кусочек пляжа никто не смотрит вот здесь сейчас лена и пойдет купаться посмотрите какой крутой светофор ну точно не нарушишь ну никак даже если сильно захочешь светофор включает нам зеленый свет спасибо и мы идем толпа на толпу вот еще один признак моря или правильнее сказать туристической зоны печеный батат что-то мне а нет пахнет пахнет в тандыре начинается чифаньский рай но это не очень дорогая еда совсем мало мяса курицы и воняет да воняет ли она правильно горит воняет кишками наши дети когда этот запах чувствуют обходят забегаловку стороной за 100 километров реально делает это риэлторский пошли посмотрим сколько стоит квартирки тот 9 миллионов 100 тысяч юаней а вот двести шестьдесят один квадрат стоит 8 миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч четыре ноля добавляю вот цены подороже под а вот совсем смотреть дешевенькая 32 тысячи они за квадратный метр ну вот такая вот цена в общем вот в этих вот новостройках ну вот теперь и вы и мы знаем цены в джухае время половина у нас есть 30 минут чтобы выехать с отеля до 12 я боюсь этого лифта слушайте кошмар чё без нас делали я вижу свет в конце туннеля да 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 знакомые скатерти да почему-то все шиньсивские но смысле сианские рестораны вот в таком вот стиле оформлены хотя это не один и тот же бренд не одна и даже сеть у ребенка сразу настроение улучшилось давай со слятиной попробуем вдруг вкусно оригинальный заказывать да 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 давай сравним попробуем угадать какой из них осел помню шашлыка засла был настолько жесткий что чуть зубы не сломал вдруг бургер засла мягче люблю смотреть на кухню глянем как у них тут чистенькая или не очень о молотан какой-то варят там ослиать и на вижу копыта торчат супчики вот мясо тушеная для бургеров но тут заказывают ну ничего чисто симпатично там у них но собственно говоря если было грязно они бы не показали я так понимаю здесь рис можно бесконечно подходить набирать не очень много народу хотя сейчас первый час обед вроде как а соседние столовки просто все забиты ну что а вон он стоит а вы чувствуете как вкусно пахнет ну это опять не мясо это кости я так хочу попробовать вот маленький 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 кусочек великолепно сразу лица такие довольны и у всех макс глотнул швепса повеселел я на мясо запихала в рот счастлива стала а моя так сейчас вообще растечется на месте вот-вот я и говорю как я люблю ваши счастливые лица это блюдо для май для того чтобы мы знали что едим к одному из бургеров положили бумажку лена пихает мне в рот бургер смотри только в глаз не попади я рот открываю я не знаю что это мясо мало досталось но вкус понял следующий вот у этого вкус более такой соленый я думаю второе все я угадал вот еще одну блюдо для майя она просто обожает вот это вот мясо вот в этих вот блинчиках лена пробует осла солененький осельчик да я бы не поняла да на самом деле просто такого же вкуса хорошо приготовленная пельмешки дам 15 штук не наедайся рисом переборщили съединим моя себе делает бутерброд завернушка называется дома и не откусить такой твердый блинчик волосы не жуй моя стоя говорит так больше влезет макс у нас любитель пельменей почти везде заказывает сочные салат очень вкусненький это же просто плоский тоху с травой да вот со всякой травой там специями с ростками вижу главное не жирно очень для тех кто худеет не то что вот это вот лепешка или вот это вот майя на мясо или вот эти максины пельмени или вот эти вот мои ослы при этом всем аппетита нас можно еще ну да левой рукой пока ложь уже все калории потратишь от предыдущей помешки сейчас домой поедем отдыхать под кондиционер мягкую постельку отдыхались еще то у них тут какая-то китайская стена что ли проходит что домой хотите короче и тут хорошо и там хорошо перед нами не метро это ж.д. вокзал там сверху и поезда и зал прибытия зал отправления а снизу в обычная дорога то есть вокзал над городом на втором уровне не подходи близко ветром сдует вот такая вот рожица у нашего поезда точнее попица особенность продажи билетов в этот поезд у многих они без мест поэтому все наши места заняты но ничего мы сейчас всех разгоним не ожидала что будет столько народу думал джухайские поезда все гуанжоу как-то изменился за три дня что нас не было где небоскребы где большие красивые вокзалы моя ты не знаешь не знаешь потому что это не гуанчжоу это шунде это район фашане мы не в гуанчжоу живем ну точнее мы в гуанчжоу но сюда нам ближе шунде railway station как себя развлечь и вам показать не очень хорошо звучало ну ладно как уж получилось мне лень переснимать отдыхать